У нас перед праздниками увеличивается производство в четыре раза. Накануне Курма-Байрама в кондитерских по-настоящему горячая пора. Все силы направлены на создание национальных сладостей. Только натуральные продукты, проверенные годами рецепты и современные технологии. Как всегда лидирует курабье, песочное печенье, без которого не обходится ни один религиозный национальный праздник крымских татар. В храбье очень много видов. Полумесяц, цветочки, пятилистные, например. Кому как нравится. У нас, например, трехлистные. Мелкие, небольшие. В преддверии праздника на рынках и в магазинах ажиотаж. Прилавки ломятся от изобилия вкусностей. Анжелика Раскалеева пришла на рынок купить сладости не только для праздничного стола, но и гостинцы для родных и близких. Стол наш должен быть накрытым, должен быть изобильным. Будем встречать гостей. Сами тоже будем ходить в гости, носить купленные угощения, поздравлять друзей, знакомых с нашим праздником, пить праздничных овек. Сегодня практически в каждом крымско-татарском доме витает аромат хатламы и чебуреков. Хозяйки готовят блюда, которые нужно жарить на масле. Наполнить дом ароматом еды хок-кучи хормах. В преддверии праздника это национальная традиция. Чебуреки должны готовить несколько человек. Один тесто раскатывает, другой жарит. Поэтому свати Гульнара Шабанова и Линье Куртмеметова вместе жарят чебуреки. Делятся семейными рецептами, чтобы главное блюдо крымско-татарской кухни было еще вкуснее. А их маленькая внучка Медине наблюдает за бабушками и даже пытается помогать им. В старину наши бабушки обрезали чебурек блюдцем. Так он был ровным, красивым и похожим на полумесяц. По традиции выпечкой нужно угостить соседей и родственников. Обычно это доверяют детям. Раньше таким образом люди оповещали друг друга о начале праздника. Традиция передается из поколения в поколение. Пока женщины занимаются домашними хлопотами, мужчины выбирают животное для заклания. Мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Животные должны быть здоровыми. Из мяса жертвенного мы раздаем опять же из предписания. Это бедным неимущим третья часть мяса. Третья часть соседним родственникам раздаем. И третью часть можем оставить для себя. Если человек пожелает раздать больше этого и оставить что-то себе меньше, это будет лучше для человека. Накануне Курбан-Байрама желательно поститься, а ночь провести в молитвах. Самое главное в наших праздниках – единство, укрепление братских связей и прощение обид. Это основная задача праздника. Курбан-Байрам – праздник жертвоприношения. Он знаменует собой окончание хаджа ежегодного паломничества в Мекку. Но из-за пандемии коронавируса хадж к святыням ислама отменяется второй год подряд. Уже завтра с первыми лучами солнца мусульмане соберутся во всех мечетях Крыма на праздничный намаз. Конечно же, с соблюдением всех мер безопасности. А вот от массовых мероприятий муфтият Крыма призвал воздержаться. Исключение дети для них во дворах мечети организуют маленькие праздники с подарками.